привет дела какие ну привет друзья но умные же люди вроде бы пишут ну что это только первая часть заполнение планеты что это просто первая часть пока это еще не боевое оружие это только первая часть вот когда сейчас сократят немножко до миллиарда там население тогда начнется вторая часть 2 волна когда на самом деле как будет ужасно и выживут только те которые выживут которые там ну какие то я знаю какие выживут я знаю откуда это берется люди растерянные люди в панике и соображают именно без здравого смысла в каком-то над мирном правительстве которая сама уничтожает планету потому что нужно здравый смысл подсказывает но они же сами уничтожатся мы же в одной лодке находимся но и мы же все взаимосвязи куда они денутся может быть это искусственный вирус кто его знает надо же вообще науку человечности продвигать там не кто-то там написал и очень спасибо за этот коммент но может быть это наука которая всегда впереди она и создала этот вирус ну конечно потому что нету защиты от безответственности потому что даже ученые иногда ради своего престижа ради своего тщеславия ради заработка не задумывается о даче своего носа что будет дальше как будут жить наши внуки как будут жить даже наши дети так вот науку человечество надо создавать как защиту как броню чтобы сохранить разум на планете здравый смысл и нормальное сердце чтобы были в гармонии а вот откуда это берется это берется из-за того что нормальный человек по своей сущности физиологически у него все приятно даже писать приятно извините мы люди взрослые понимаем друг друга даже когда вы в туалете сосредотачиваетесь потом облегчение но все же у нас физиология идет по направлению волны волна же для освобождения и у нас поэтому и ритм сердца и альфа ритм мозга и бета ритм мозга энцефалограмма вся когда мы за все волнообразно пик напряжения пик расслабления пик систола диастола систола диастола у человека по физиологии психологии учить из физиологии учить из медицине а то вы все проблемы пытаетесь решить психологическим методами я сам был ведущий научный сотрудник психологическом институте российской академии образования 5 лет даже понимаете вещи они просто так говорю послушайте меня внимательно все в человеке здоровом даже походка легкая все в человеке здоровом работает на таких нормальных инстинктах ручка падает россии поймал ее рефлекс так вот все зависит от того насколько вы здоровы что такое здоровье здоровье это когда вы функционируете решаете какие-то вопросы волнующие вас высокие задачи и когда вы не вынуждены отвлекаться болит у вас пятка или не болит живот болит или не болит вот там где происходят нарушения там как раз такие высокое напряжение которые вызывают большие затраты энергии и заставляют нашу голову обратить на это место внимание чтобы там наладить процесс а здоровый человек это что такое здоровье это гармония гармония самим собой и с миром здоровье это творец в человеке это творец человеке дело в том что у нас пока нет законов четких которые у нас государстве к сожалению размытые такие по сохранению творца в человеке вместо того же бы законами ценят меценатстве благотворительности а поддержки ученых и так далее творцов вместо этого вот это все отдали церкви а творец а в человеке они там творец человеке и когда она в человеке открывается открывается в нулевом состоянии в состоянии безвремения безмятежности когда вы находитесь в состоянии между сном и бодрствованием вы легко это узнаете в себе это состояние когда вы например засыпаете или когда вы пробуждаетесь у вас есть какая-то фаза какое-то состояние нейтральности когда нет вашего эго все религии призывают к этому чтобы не было эго чтобы эгоизм не преобладал над человеком но там по форме так получается смирение то они же не дух идея объясняют форму традицию и поэтому получается такая ерунда так вот пандемия пошла и ученые даже если это искусственно получилось без ответственность они тоже сейчас все растерянности не знаю что делать но конечно при этом к ним примкнули и бизнесмены и фармкомпании каждый пользуется этим как может и для своей выгоды и так далее так вот почему произошла пандемия она произошла потому что идет вечная борьба добра и зла на планете во все века и внутри человека тоже человек борется с самим собой со своим эго так вот это вот модель самого человека она и есть модели общества эти периоды развития цивилизации так вот смотрите война идет с чем газоват например по исламу это война с чем с кем самим собой до слига газоват это борьба с собой конечно христианстве то же самое люби ближнего в чужом говорит глазу саринки не увидать а в своем глазу бревна саринку видишь а в своем глазу бревна не увидят ну конечно тоже самое и в иудаизме то же самое дух идеи то в этом чтобы человек был человеком почему нам надо науку человечность развивать чтобы была и любовь мы же вряд там поставили качества и обсуждаем их всех стран нашего мира обсуждаем что такое любовь все такое сопереживание что такое чувство бесцельности живого до что такое созидание так вот эти все качества у нас как бы в ряду а на самом деле это единое качество это человечность только человечностью можно спасти без человечность вот эти войны кризисы вот это борьбу эго эго внутри человека вот это его тщеславие его агрессия самоутверждение так вот она что порождает войны на планете эго в человеке но об этом же и буддизме сказано философия буддизма заключается в том чтобы пройти к свободе через равновесие через баланс через победу над эго ну конечно альтруизм и эгоизм природа человека здорового свободного творческого которого приятно работать создавать полезность приятно улыбаться излучать света баяния борьба этого с варварством борьба культуры с варварством борьба света с тьмой а кто это тьма но это люди нездоровые ограниченные которые вот в какой-то момент у них стресс постоянный они не могут самоутвердиться они вот борются постоянно и слабые вместо того чтобы совершенствовать себя искать себе состояние равновесие состояние творчество состояние полета они борются с этими сильными которые работают над собой вот откуда вся эта пандемия вот это все и есть условно говоря над мирное правительство вечная извечная изо дня в день и борьба света и тьмы зла и добра которая в древе познания добра и зла в библии написано а в начале в библии написано решил бог создать человека по своему образу и подобию стало быть как творца поэтому желание человека быть творцом творить созидать сотрудничать сопереживать помогать ближнему постоянные в конфликте с этим эго самоутверждением борются поэтому не сильно и сильными а слабые сильными больные бьют здоровых вместо того чтобы лечиться ну разве это нормально то что сейчас происходит разве нормально какие приказы там указы пишутся и прячутся за них как будто это не они приказывают далечить их всех надо метод ключ как раз для этого для этого поэтому завтра ликбез вечером попрошу наташу кузьмину и влада орлову чтобы они сделали объявления потому что мне уже там написала девушка по моему а у меня говорит когда я стресс снимаю по вашему методу а потом в точку смотрю опять у меня страхи паники и так далее не надо в точку смотреть мы же не о точке говорит там волна есть выходите в общем завтра на ликбезе пожалуйста в 21 час мы еще дополнительно сделаем объявление все выходите и мы победим потому что сила в том что мы вместе друзья поспитываются и на канал youtube и ну что сайт смотрите стрессу и хср у вместе мы сила я вам объясню я я открыл этот здравый смысл почему потому что я понял что когда человек в детстве мечтает он прав кто бы ему что ни говорил и когда вы опять начинаете мечтать и создавать образ будущего вы правы вы правы поэтому ищите всякие ходы чтобы не вот это да да потому что что это такое что непроверенное непроверенное внедрять особенно в медицине это грех большой это грех это нарушение всем всех канонов медицины не вреди об этом все века говорят а то вице не до меня до такого 21 века который родился друзья мои мы победим давайте объединяться потому что кто-то ленится просто нажать кнопку подписаться и поэтому наш youtube канал развивается 60 тысяч там подписчиков еще 10-20 тысяч у нас в сетях фейсбуке контакте но медленно надо же нам решить вопросы в соответствии с диктатом времени нам быстрее решить этот вопрос потому что нет такой школы как у нас школа человек будущего потому что будущее внутри нас и наша задача открывать себя открывать эльтруизм вместо эгоизма да и только тогда мы победим пара пара забыл как называется так надоел до встречи друзья